Всем привет! Сегодня приготовим тонкие блинчики с начинкой из индейки. Готовятся просто и быстро из доступных продуктов. Для начала необходимо отварить мясо индейки. У меня здесь две голени весом 1 кг. Я их буду варить в мультиварке-скороварке. Закладываю голени в чашу, добавляю соль, приправу по вкусу, лавровый лист, заливаю водой и ставлю на режим тушения холодец на 1 час. За это время мясо очень хорошо разварится. Тонкие блинчики на молоке готовлю по классическому рецепту. 500 мл молока, 1 яйцо, 200 г пшеничной муки, 1 ст.л. сахара, пол чайной ложки соли, 2 ст.л. подсолнечного масла без запаха. Хорошо все перемешать венчиком до однородности, чтобы не было комочков. Можно дать постоять тесту 10-15 минут, а затем жарить блинчики на хорошо разогретой сковороде с двух сторон. Также прописанный рецепт блинов вы найдете в конце ролика. И в описании под видео. Пока жарили блинчики, тем временем приготовилось мясо. В скороварке, конечно, очень хорошо быстро все готовится, но также индейку можно сварить в обычной кастрюле. Только время варки необходимо увеличить, так как кастрюля готовится примерно в 2 раза дольше. Для начинки я подготовила 2 средние луковицы, и полученное мясо прокрутила через мясорубку. Мясо получилось 400 граммов. Лук сначала обжариваем до золотистого цвета. Можно добавить приправу для курицы, либо приправу для мяса, соль по вкусу. Затем добавляем мясо прокрученное через мясорубку. Слегка обжариваем все вместе еще парочку минут. И, в общем-то, фарш можно оставить в таком виде. Добавить соль по вкусу, черный перец. В таком случае начинка будет суховатая и рассыпчатая. Если вам такая нравится, можете оставить такую. Но если хотите более сочную и вязкую начинку, необходимо добавить 1-2 половника бульона сюда. Еще раз хорошо прогреть, перемешать, и все, начинка готова. Я добавляю 2 половника бульона. Когда начинка подостыла, можно крутить блинчики. Из этого количества у меня всегда получается 15-16 блинчиков, а диаметр сковородки 24 см. Если нужно заготовить впрок, делаю сразу двойную, либо тройную порцию. Фасую в пакеты и храню такие блинчики в морозильной камере. Достаю по мере необходимости. Обжаривать их надо на сковородке с добавлением масла с двух сторон до золотистого цвета. Если достаете блинчики из морозилки, то необходимо сковородку накрыть крышкой, чтобы они внутри тоже хорошо пропарились и прогрелись. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, оставляйте свое мнение в комментариях, подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Желаю вам удачных экспериментов на кухне, вкусных блинчиков, здоровья, мирного неба над головой и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч!